Добрый день, дорогие друзья! В научной библиотеке Тюменского института культуры представлена новая выставка Леки Серебряного века. Серебряный век – это одна из жемчужин на палитре русской культуры. Прекрасное, одухотворенное – это время. Конца девяностых годов девятнадцатого века – начало двадцатых годов двадцатого века. Понятие Серебряный – это звучало во многих стихах у поэтов и у Блока, и у Цветаевой, и у Ахматовой. И вот что сказал Александр Блок. «Звезда, ушедшая от мира, ты над равниной вдалеке, дрожит серебряная лира, води в протянутой руке». Именно это время вдохновило поэтов на что-то новое. Появились новые ценностные ориентиры в философии, в культуре, в литературе, музыке и других жанрах искусства. Было все что-то интересное, что-то несвойственное прошлому, золотому веку, веку Пушкина, как говорили. И вот поэтому Серебряный век, он отличался. Может быть, по мнению некоторых литераторов, он был более слабее, но не так. Он был более интереснее, разнообразнее. Это был русский модернизм, как говорили многие. Николай Бердяев. Философ Николай Бердяев говорил, «Это время – время пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии, обострения эстетической чувственности, религиозных исканий и беспокойства, интерес к мистике и оккультизму». Осик Мандельштам сравнивал это время с временем буря и натиска. Якобсон говорил, «Это время великого художественного эксперимента и авангарда». Новые ценности и новые литературные течения возникали благодаря нашим гениальным философам. Философ и поэт Владимир Соловьев оказал большое влияние на рассвет новой литературной художественной мысли. Здесь мы видим так называемые символисты. К ним принадлежал сам Соловьев, это была Зинаида Гиппиус, и Мережковский, и Александр Александрович Блок. Есть небольшой фрагмент шахматовый, его домик в шахматово, где собрано все, что касалось Александра Александровича. Сюда входили и Андрей Белый, и Валерий Брюсов, и Вячеслав Иванов, и Тефи. Было время, когда, в 1910-е годы, когда молодежная группа несколько отделилась от символистов и стала называть себя атмеистами. Атмеистами – это то, что цветущее, то, что лучшее. Это были Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Ирина Адоевцева и другие. Очень своеобразным, очень интересным направлением было, кому принадлежал Владимир Майковский. Это футуристы. Для них был характерен эпатаж. Одно только это говорит о том, что они были люди нетривиальные. «Я гений, Игорь Северянин», – говорил о себе поэт. А Майковский был очень разным. «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Или Майковский. «Уже второй, должно быть, ты легла. В ночи млеч пульс, серебряная кою. Я не спешу и молниями телеграмм. Мне незачем тебя будить и беспокоить». Часть поэтов была, конечно, из крестьянской среды. Мы знаем прекрасно Сергея Есенина, Николая Клюева. Это поэзия, которая шла от Никитина и Кольцова. «Серебряный век» нашел свое отражение не только в литературе, но и в кинематографе, в театральном искусстве, в музыкальном искусстве. И, конечно, художники посвятили этому свои полотна. Мы видим портрет Андрея Белого, Валерия Брюсова, великолепную книгу русского поэта, полячки Марии Моравской. В это время работали в театральном искусстве Станиславский, Немирович, Данченко. Великолепно проявляли себя художественный театр Александринка, камерный театр, театр Комиссаржевской. Мировую известность получили такие имена, как Федор Шаляпин, Собинов, Нежданова, танцовщики Анна Павлова, Корсавина, Нежинский и Фокин. В музыкальной сфере, конечно, Рахманинов, Скрябин, Стравинский, Глазунов. Приглашаем на нашу выставку.